Развитие лесопромышленного комплекса, модернизация объектов здравоохранения, дорожное строительство. Эти и многие другие вопросы обсудил губернатор Игорь Руденя 22 апреля в ходе своей рабочей поездки в Пеновский район. Вместе с другими представителями прессы главу региона сопровождал и наш коллега Роман Быков. Рабочая поездка губернатора Игоря Руденя в Пеновский муниципальный округ началась с возложения цветов к мемориалу памятник жителям деревни Ксты, расстрелянным и сожженным немецкими захватчиками в январе 1942 года. В 2018 по поручению главы региона здесь прошла реставрация. Игорь Руденя подчеркнул, что работа по благоустройству всех памятников Верхней Волжи должна быть системной. Следующим пунктом программы стало посещение деревообрабатывающего предприятия. Тверская область, лесной регион и, соответственно, деревообрабатывающая отрасль должна быть одним из флагманов. И здесь губернатор ставит четкую задачу, чтобы на экспорт либо за пределы региона, либо за пределы страны шла продукция высокой переработки. То есть никакой не кругляк, а, например, вот такие доски. Ситуацию в этом секторе экономики обсудили на совещании, которую провел губернатор с руководителями профильных предприятий Верхней Волжи. В ходе разговора были озвучены новые региональные меры по стимулированию развития лесопромышленного комплекса. Это предоставление льготных займов на обновление основных фондов в размере до 50 миллионов рублей под 1,5% годовых и сроком до 5 лет. Кроме того, заявлено о целом ряде других важных шагов. С 1 июля текущего года будут выдаваться субсидии на компенсирование процентной ставки по кредитам, которые взяты для повышения производительности и модернизации предприятий. Второе – это специальные кредиты фонда поддержки промышленности, которые будут выделены на модернизацию для объектов среднего и малого бизнеса. Руководители предприятий поддерживают эти меры. Среди них и гендиректор «Дискавери Пена». Еще в 2014 году на этом месте рос бурьян, а коллектив состоял всего из двух человек. Сейчас здесь трудятся свыше 200 работников, которые выпускают пиломатериалы широкого ассортимента, дома из профилированного бруса, древесные топливные гранулы и многое другое. А совсем скоро, благодаря помощи правительства Верхней Волжи, предприятие начнет производство очень перспективной продукции. Здесь будет у нас сделана современная технология, вторая в России, производство перекрестных склеенных панелей, которые сейчас буквально расцветают на западных рынках и только начинает в Россию входить. То есть мы будем одним из пионеров этого направления, в домостроении. Один из приоритетов в работе Игоря Рудени – модернизация объектов здравоохранения. Пеновская ЦРБ – яркий тому пример. За последние два года, благодаря поддержке областного правительства, здесь произошли кардинальные перемены. Хирургическое отделение, вот это вот старое, мы закрыли и мы перешли на третий этаж вот этого здания, где сделано новейшее современное хирургическое отделение. Операционный блок, перевязочная, еще одна операционная, малая операционная, палата для экстренных родов, палата в хорошем состоянии. Кроме того, тут планируется капитально отремонтировать вход в терапевтический корпус и кровлю поликлиники. Уже готова проектно-сметная документация. Стоимость работ составит около 168 тысяч рублей. В ходе визита Игорь Руденя передал больнице новое оборудование – кислородный концентратор. И это еще не все. Наверное, будем принимать решение по обновлению тяжелого оборудования, рентгеновская установка. Сейчас просто проверим, сколько нам необходимо на это время для закупки, ремонта и адаптации этого оборудования. Сразу после ЦРБ губернатор посетил еще одно социальное учреждение – среднюю школу имени Лизы Чайкиной. На данный момент здесь учатся порядка 500 школьников, причем только в первую смену. Ее выпускники являются заслуженной гордостью всего Пеновского района. Четыре медалиста и было три ребенка, которые закончили 9 классов с отличием. Все наши выпускники прошлого года поступили на бюджетные места в ВУЗы. И ВУЗы достаточно хорошие, такие как медицинская академия наша Тверская, академия ФСБ в городе Москва, военные училища и так далее. То есть своими выпускниками, одиннадцатиклассниками очень гордимся. В прошлом году, перед началом нового учебного года, в школе был проведен косметический ремонт. После осмотра губернатор поручил Министерству образования региона и профильным ведомствам проработать вопрос ремонта системы отопления и входа в школу. Стоит отметить, что всего через пару лет у этих детей станет существенно больше возможностей для организованного досуга. В Пене появится современный Дом культуры. Мы этот вопрос за два года должны успешно решить. И ремонт моста через реку Волга – это тоже два года. Текущий год и следующий – это проектирование и ремонтные работы. Ну и, соответственно, ремонт дорожной сети тоже 2021-2022 год, потому что объем работы большой, и мы очень надеемся на федеральную поддержку. Об этом и многом другом шла речь на встрече сообщественностью Пеновского района. Глава региона отметил, что правительству Тверской области и местной власти необходимо совместно решать вопросы обеспечения в округе устойчивого роста экономики, создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры для достижения позитивных демографических тенденций. То есть притворять в жизнь все проекты, которые были озвучены во время недавнего послания президента России Владимира Путина.